В один из обычных дней группа астрономов, вооруженных мощным телескопом, наткнулась на нечто совершенно удивительное. На первый взгляд это была звезда, но поведение ее резко выбивалось из привычных шаблонов. Объект периодически мерцал, словно пытаясь передать какое-то особое сообщение, но его частота и интенсивность не соответствовали ничему, что когда-либо фиксировалось ранее. Ученые сразу же заподозрили, что они столкнулись с чем-то новым, стали тщательно анализировать данные, пытаясь найти в них хоть какой-то порядок. Однако каждый новый анализ только добавлял вопросов. Мерцания оказались хаотичными, и ни одна из известных теорий не могла объяснить это явление. Поток света от звезды ввел себя, как будто подчинялся неведомым законам физики. Была создана междисциплинарная группа исследователей, объединяющая специалистов по спектроскопии, астрофизике и даже математику. Их задачей стало собрать воедино фрагменты головоломки, чтобы пролить свет на эту невероятную находку. Но не только загадочные колебания заставили ученых чувствовать себя беспомощными. Местоположение объекта в отдаленной и почти неизученной части Вселенной делало невозможным его детальное изучение с использованием имеющихся ресурсов. Оставалось лишь наблюдать и надеяться, что дальнейшие исследования помогут приоткрыть завесу тайны. Итак, взгляды всех обратились к следующему этапу. Попытки расшифровать странный язык, на котором говорит эта звезда. Понять ее колебания значит сделать первый шаг к разгадке тайны этого уникального объекта. Мерцающий феномен. Почему этот объект нарушает законы физики? Мерцающий феномен приручил умы астрономов. Поразительное открытие заставило многих из них пересмотреть фундаментальные законы физики. Оказалось, что частота мерцаний и необычные изменения яркости не просто наследовали уже знакомые модели, а бросали вызов их пониманию. Подобный феномен не только удивил, но и поставил под сомнение существующие астрономические теории. Будто говоря, посмотрите еще раз. Традиционные модели изменения яркости подразумевают, что звезды со временем мерцают из-за изменений в их условиях, но этот объект, кажется, не следовал этим устоям. Наблюдая за этим объектом, ученые столкнулись с фактом, что его световые колебания были слишком быстрыми и слишком резкими, чтобы можно было объяснить их обычными процессами, такими как пульсации или вращение. Одни начали предполагать, что это новая форма звезды, другие, что мы наблюдаем совершенно новое астрономическое явление. Тем временем группа ученых, не теряя времени, начала работы по созданию более мощных инструментов наблюдения, способных уловить мельчайшие изменения. Ряд телескопов по всему миру был направлен на мерцающий феномен, чтобы собрать как можно больше данных в кратчайшие сроки. Но даже с помощью этих ресурсов загадка оставалась нерешенной. Что еще более удивительно, этот объект находился в таком удалении от Земли, что даже самые лучшие телескопы едва справлялись с задачей его изучения. Наблюдать за ним было все равно, что пытаться рассмотреть мельчайшую деталь на картине с другого конца галереи. И все-таки, несмотря на все трудности, ученые не сдавались, выстраивая сложные модели и гипотезы, надеясь открыть новый закон или неведомую силу, управляющую этой вселенской аномалией. Но, возможно, самое интригующее впереди. Ведь таинственные колебания могли скрывать более глубокий смысл, открытие которого обещало стать началом новой эры в астрономии. Таинственные колебания. Язык, который пытаются расшифровать ученые. Ученые начали сосредотачиваться на странных колебаниях объекта, предположив, что они могут быть ключом к разгадке его тайны. Эту мерцающую звезду стали рассматривать не просто как астрономический феномен, но как своего рода язык, который только предстоит расшифровать. Каждый всплеск яркости и его характерные изменения изучались с помощью новейших технологий. Сложные алгоритмы обрабатывали данные, пытаясь найти повторяющиеся паттерны, которые могли бы дать подсказку о природе этого явления. Некоторые исследователи предположили, что эти частоты и колебания могут быть сигналами отдаленной формы жизни или чем-то вроде природного кода Морзе Вселенной, что, конечно, только увеличивало интерес и волнение в научных кругах. Другие, более скептически настроенные, пытались применить существующие модели звездных систем к этому объекту, рассчитывая найти малоизвестные вариации в данных, которые могли бы объяснить его странное поведение. В процессе анализа астрономы заметили, что колебания следуют определенной периодичности, но каждый новый цикл добавлял к этому ритму что-то новое, создавая иллюзию, будто объект пытается рассказать нечто большее. Это только усилило желание ученых пробраться сквозь массивные объемы данных и, наконец, понять, что же именно они наблюдают. Для проверки этих гипотез астрономы обратились к самым продвинутым компьютерным симуляциям, которые могли помочь воспроизвести условия, схожие с теми, что могли бы существовать вокруг столь необычного объекта. Совместно с астрофизиками и специалистами по квантовой механике они начали выдвигать теории, которые не только революционизировали бы астрономию, но и привели бы к новым открытиям физики. В результате их усилия постепенно открывали дверь в еще неизведанные области космоса. Тем не менее, впереди их ожидало еще больше загадок, ведь то, что они обнаружили до сих пор, казалось лишь верхушкой айсберга. Вопросы множились, и ученые понимали, что пришло время пересмотреть свои взгляды на Вселенную и ее законы. Невидимое светило. Как спектр обманывает наблюдателей? Не только колебания, но и сам спектр излучения объекта оказался загадкой, захватывающей воображение астрономов. Наблюдатели были ошеломлены тем, насколько спектр обманывал их, демонстрируя характеристики, не вписывающиеся в существующие модели. Спектроскопия, инструмент, который веками помогал раскрывать секреты далеких звезд и галактик, в этом случае словно терял свою магию. Каждый радиус, глубина и текстура спектра казалось были текущими, словно изменяясь с каждым новым взглядом. Команда ученых пыталась разложить этот обманчивый спектр на отдельные составляющие, надеясь на важную подсказку. Но как только они фиксировали определенные спектральные линии, их интенсивность и структура внезапно оживали и смешивались, образуя новые, еще более запутанные комбинации. Вместо ясности ученые получали еще больше загадок, которые требовали доработки существующих теорий. Специалисты по астрофизике и спектроскопии начали выдвигать гипотезы о том, что это может быть частью процесса, которого мы никогда не видели прежде. Были спекуляции, что объект может быть облаком межзвездного газа, смешанным с неизвестными элементами, создающими эту странную игру света? Или, возможно, это результат воздействия совершенно нового типа энергии, о которой мы пока только догадываемся? С каждым анализом данные о спектре вызывали новые вопросы. Может ли это быть признаком образования нового типа звезды или даже галактики? Или это что-то более радикальное, например, доселе неизвестная форма материи? Ученые продолжали бороться с головоломкой спектра, ведь каждый шаг мог привести к открытию, способному изменить наше восприятие Вселенной. И все же, несмотря на все неудачи, никто не был готов сдаться. Вместо этого они нашли в этой тайне вдохновение, чтобы продолжать исследование и неустанно анализировать новые данные. Объект, продолжающий ускользать от понимания, заставлял их искать все более инновационные и нестандартные подходы, прокладывая путь к новым открытиям и, возможно, признанию, что мы только начинаем понимать, что скрывает Вселенная. Глубины времени и пространства. Что скрывается за этой аномалией? Аномалия, представленная этим объектом, словно нарушила представление о времени и пространстве, заставляя ученых погрузиться в глубины космоса с новой силой. Игра света и материи, некогда считавшаяся исследованной и понятной, приобрела неожиданные повороты, открывая новые горизонты для изучения. Как забудьте все, что мы когда-либо знали? Вот какой вызов бросила эта загадка. Необычная структура этого объекта заставила специалистов пересмотреть концепции времени и расстояния, предполагая, что здесь могут действовать законы, о которых мы еще не имеем представления. Астрономы начали применять всевозможные методы, чтобы исследовать, не являются ли эти изменения следствием искривления пространства-времени. Быть может, мы наблюдаем нечто подобное космическому миражу, создаваемому массовыми искажениями гравитации. Совместные усилия ученых и инженеров привели к созданию компьютерных моделей, способных имитировать воздействие неизвестных сил на световые волны. Эти модели помогали предположить, как подобные аномалии могли бы существовать в ранее неизученных областях космоса. Тем временем телескопы продолжали фиксировать каждый малейший нюанс мерцаний. Стало ясно, что наблюдения, которые на первый взгляд казались противоречивыми, могли быть частью более сложного явления. Возможно, это окно в прошлое, позволяющее заглянуть в историю Вселенной, о которой мы еще не знаем. В попытках разгадать эту загадку ученые не упускали из виду возможность того, что объект взаимодействует с невидимой массой или энергией, которые могли бы объяснить странные гравитационные эффекты. В поисках ответов астрономы обращались к данным других астрономических объектов, чтобы подтвердить или опровернуть свои теории. Они продолжали наблюдать, сравнивать и анализировать, следуя малейшим подсказкам во Вселенной. Ведь каждое новое открытие лишь приближало их к пониманию того, что скрывается за этой удивительной космической аномалией. Перекалиброванный взгляд. Готовы ли мы признать новые космические правила? Исследователи начали задаваться вопросом. Готовы ли мы признать новые космические правила? В глазах многих ученых стало очевидно, что привычные модели и теории уже не могут объяснить этот феномен. Обычные методы начали казаться недостаточными и возникла потребность в совершенно иной перспективе. Астрономы и физики объединили усилия, чтобы переосмыслить привычный подход к излучению и колебаниям. Вместо традиционного анализа они взяли на вооружение новейшие технологии и междисциплинарные методы, чтобы расширить горизонты своих исследований. Понимание мерцающего объекта потребовало бы не только новых инструментов, но и изменения парадигмы. Ученые начали разрабатывать гипотезы, которые включали новые физические законы и методы наблюдения. В то время как телескопы продолжали мониторинг объекта, команды работали над уникальными анализами, чтобы раскрыть механизмы, управляющие этой загадочной звездой. Некоторые исследовательские группы даже обратились к квантовой механике, пытаясь понять, может ли она объяснить столь неординарные явления. Постепенно появлялась идея создания глобальной сети телескопов, чтобы получить более четкую картину. Это позволило бы координировать наблюдения и лучше изучать поведение объекта. Сложные симуляции начали воспроизводить возможные процессы, которые могли бы идти на столь отдаленном светиле. Используя полученные данные, исследователи пытались осмыслить и раскрыть механизм, скрытый в глубинах космоса. Однако параллельно с этими усилиями возникал еще один вопрос. Готовы ли мы адаптироваться к новой реальности Вселенной? Для многих это открытие было не просто захватывающим, но и тревожным. Поскольку каждый новый шаг открывал еще больше вопросов, ученые радикально пересматривали свои знания. И в этом постоянном поиске таилась надежда на то, что мы стоим на пороге новой научной революции, способной изменить все наше понимание космоса и его правил. Неопознанные астрономические объекты. Новая классификация или иллюзия? Среди множества астрономических открытий, этот мерцающий объект выделяется своей непостижимой природой. Ученые погружаются в бездну данных, пытаясь определить, с чем же они столкнулись. С новым классом астрономических объектов или с иллюзией, порожденной нашими ограничениями в восприятии космоса. Разница между попробовать увидеть истину и просто вращаться в зыбучих песках неизвестного становится неуловимой. Но что, если этот объект всего лишь верхушка гигантского айсберга неизведанных знаний? Команды астрономов из разных уголков мира объединились, чтобы классифицировать это явление, которое не укладывается в привычные рамки. Что это за звезда? Возможно, это лишь визуальный проблеск новой физической реальности, с которой мы еще не сталкивались? Или это открытие указывает на ошибки в наших нынешних моделях и предположениях о динамике Вселенной? Пока никаких окончательных ответов нет, но стремление классифицировать этот объект становится движущей силой исследований. После десятилетий наблюдений и анализа, таких как те, что проводились с этим объектом, формируется новая гипотеза. Кажется, мы где-то на грани открытия принципиально новой формы материи или энергии, не укладывающейся в привычные нам модели. В то время как скептики апеллируют к возможной ошибке в наблюдениях, сторонники новой теории продолжают работать над расширением границ науки. Если предположения окажутся верны, существует вероятность ревизии всей космологии как науки. Общепризнанные астрономические классификации начинают трещать по швам, и задается вопрос, не нужно ли создать новую категорию для таких объектов? Возможно, мир вскоре узрит новый каталог, описывающий свойства и характеристики столь необычных тел. Это заставит пересмотреть наше понимание Вселенной и покажет нам, сколько еще тайн скрывается в космических просторах. Особенности этого объекта, которого уже не причислишь к обычным звездам или галактикам, могут дать начало новой эпохе в астрономии, где возможны любые сюрпризы. И хотя путь еще долг, открытие этого мерцающего объекта может стать началом новой эры в исследовании Вселенной, где границы будут стираться, а реальность превзойдет самую смелую фантазию.